На территории микрорайона Спаское в подмосковном Пушкино вовсю идут строительные работы. Строительство ведет индивидуальный предприниматель Виктор Кузьмич Кудрявцев и его супруга Елена Николаева, которые размежевали территорию бывшего дома отдыха и возводят на ней нынче модные таунхаусы. И все бы ничего, но в самом центре поселка, как назло, расположилось муниципальное озеро, которое через каскад прудов впадает в реку Скалбу. Два года назад застройщик не придумал ничего лучше, как взять и просто засыпать приток землей, а вместо прежней большой дренажной трубы врыть узкую. И как следствие, вот теперь на этом поле по весне огромный разлив, сюда прилетают чайки, здесь озеро-болото возникает, и начинается подтопление не только этого участка, но и части микрорайона, и части вот той деревни, которая находится справа от меня, вот со зеленым забором. Уровень воды поднимается достаточно высоко, в домах вода стоит по колено. По словам жителей, никакой экспертизы, прежде чем засыпать приток, сделано не было. И вот теперь дома, которые возвели на месте бывшего притока, начали давать серьезную усадку. Одно из строений попросту треснуло, и теперь застройщик старается замаскировать фасадными работами результаты такого необдуманного поступка. В этом году снежный покров еще больше, чем два года назад, чем год назад. Я предполагаю, что в этом году очень сильный паводок ожидается, потому что сейчас середина зимы, а снега уже очень много. Но и это еще не все. Очевидцы рассказывают, что в ходе строительства рабочие неоднократно сбрасывали строительные отходы и сливали канализационные стоки. Нам декларирована была причина, что аномальный снежный покров, аномальная погода, такого никогда в Московской области не было, с одной стороны. А с другой стороны, как-то кулуарно, косвенно нам говорили о том, что в момент строительства скада, который находится отсюда в пяти километрах, были нарушены какие-то природоохранные нормативы. Еще недавно в водоеме можно было купаться и ловить рыбу. Но теперь, благодаря ушлой парочке, это все в прошлом. Они на протяжении долгого периода, пока вода не спускается, они ставят дренажный большой бензиновый генератор с большим насосом и через верх, с одной стороны, коллекторы сборного этой воды по дороге прокладывают огромную дренажную трубу и перекидывают воду поверху в этот пруд. Команда «Экорейда» не устает удивляться жадности предпринимателей, которые в ущерб экологии и здравому смыслу наносят ущерб окружающей среде. Я думаю, что количество жителей, которые от этого страдают, будет только увеличиваться, потому что количество домов, которые люди заселяют, увеличивается. Люди сюда приезжают, делают ремонты, и они будут попадать в эти разливы, в эти заход воды в дом на уровне 30-40 сантиметров. К счастью, закон на нашей стороне. И уже совсем скоро все, кто нарушил природоохранные нормы, понесут самое суровое наказание. Субтитры создавал DimaTorzok